Здравствуйте, дорогие зрители! Я сегодня опять хочу отчитаться о том, о проведении нам свободного времени, вот, как говорится, цикла, как я провел этим воскресеньем. Хотя проводил я это воскресенье в пятницу, последние пятницы 23-го года. И я посетил, называется это, галерея «Наши художники». Очень интересная галерея. Это практически на Остоженке, ну, там переулочек от Остоженки, Остоженка «Золотая миля». Значит, идет она от памятника Энгельсу, хотя там ожидается, как бы сказать, ожидается, должен быть памятник Кропоткину, потому что станция метро Кропоткинская. Но там памятник Энгельсу стоит. Собственно, я вам могу картинки показать, я же фиксировал все это дело. Остоженка, как говорят, «Золотая миля», одна из самых дорогих улиц в Москве. А тут стоит Энгельс. На фоне крана, на кране там чего-то написано, какие-то духоподъемные слова, стройтекс называется, да. Вот что-то там строится на этой «Золотой миле», не без этого, постоянно там что-то такое происходит. Хотя хотелось бы, чтобы был тут памятник, так сказать, князю Кропоткину. Он был путешественник. Я всегда, когда на Кропоткинской, вспоминаю его, вспоминаю случаи, когда он умер. Это были уже первые самые годы, первые, один из первых лет советской власти. И сидевшие в то время в тюрьме левые сэры подпросились к нему на похороны. Что здесь, по честному слову, мы вернемся. Их отпустили, они вернулись, их расстреляли. Вот такая вот жизнь была в ту пору. Честные такие они были, по глупости. Вот. А и всем еще мне связан Кропоткин. Это роман, малоизвестный роман Жюли Верна, называется «Но кораблекрушение Джонатана». Там действие происходит на некотором острове. Там такой, типа, внешне похожий, его рисовали художники на иллюстратора, внешне похож на Кропоткина. Такой персонаж, Кауджер. Это так его индейцы прозвали. Как на самом деле его звали, неизвестно. Ну, вот такая вот интересная очень история была. Я был очень впечатлен этим романом. Даже сам себя спросил, нельзя ли мне уже сейчас вот написать по нему сочинение на окончании школы. Вот прям по нему хотел я писать сочинение. Такой мощный роман был. Да. Ну, так ладно, продолжим тогда наше повествование. Вокруг всякие, говорят, штуковинки, богатенько так выглядит. Это вот штуковинки горят. С буковкой М метро построил около станции Кропоткинской. Тут какой-то магазин, правда, называется Воронеж. А там написано «Ультима». Вот эту ёлку, видимо, какая-то фирма «Ультима» поставила. Ну, не везде так хорошо, на самом деле. Так вот, сама выставка находится в Сеченском переулке. Там приходишь, звонишь, звоночек, тебя-то опускают. Билеты недорогие. Покупил там альбом. Вот это вот афишка. Афиша. «Сновидение вечности» назвали. Выставку автора. Галерея «Наши художники» называется. Чтобы попасть в галерею, сначала по Остоженке надо пройти мимо ныне закрытого мультимедиа-арт-музея. Они объявили себя, что после 24 февраля 1922 года, они объявили себя на ремонте, и говорят, что скоро откроются. Там написано, интересно, чего они ждут, чтобы скоро откроются. «Не дождетесь», как говорила тетя Роза, когда я спрашивала, как здоровья тетя Роза. Я говорю, не дождетесь. Это моя знакомая из 90-х, тетя Роза. Тетя Роза знает, как зовут. Но это было ее, так сказать, прозвище. Больно она похожа была на тетю Розу. Вот такие вот дела. Ну так кто такой Борис Свешников? Он вообще считает, папа его считается из дворян. Но фамилия у него священническая. И этот его папа Свешников учился в семинаре. Но так уж получилось, что пришлось ему работать в советское время на заводе Каучук, механиком. Там же он встретил себе жену, дочку тоже механика. Она там делопроизводителем занималась. И вот родился у них сын Борис. Дело было в 1927 году. Где-то уже в 1946 году его посадили. Ему 19 лет не было. Он учился в каком-то художественном училище. И тут он попал под раздачу, что некий, ну как сказать-то, заговор. Дворянский. Вот дворянский заговор. Ну, у него были высказывания горячие о том, что у нас тут у художников никаких прав нет, свобод нет, все очень плохо. Но если вы помните, я не так давно описывал выставку художника. Сейчас скажу. Замечательного художника-то. Ну, что ж, голова-то вылетела-то, да? Филонова. Филонова, конечно, Филонова. Кстати, у Бориса Свешникова есть подражание одной из картин Филонова. Ну, у меня, кстати, ее копии нет, репродукции. На выставке разрешалось фотографировать только картины, принадлежащие этому, значит, галереи. Там было кто? Собственник. Только вот их можно было фотографировать. Так что галереи принадлежали. Вот. Одна картина у меня есть. Я ее из интернета скачал. Ну, туда вставил. Я вам потом ее покажу. Вот. А так фотографировать было ограничено. Там я, да, альбом я там купил. Конечно, купил альбом. Ну, так вот. Посадили его. Был он где-то в Коми. В Солнечной Республике Коми. Там вот он работал, землекопом был на общих работах. Стал доходяга, естественно, болел. Ну, и тут на него обратили внимание два человека. В лазарете какой-то был человек и геолог. И они его выхлоптали, сделали придурком. Он стал сторожем. Сторожем на неком лесопильном пункте, деревообрелочном комбинате. Не знаю, как это называется. В другом, значит, лагпункте. Вот, и причем этот лагпункт был какой-то для больных, для инвалидов, что-то такое. Для инвалидов лагпункт был. А он там сторожем. Ну, то есть такая придурочная работа, понимаете, да? Я говорил вам, что такое придурок, тот, который не на общих работах придуряется. Типа библиотекарь, руководитель музыкальной самодеятельности. Или еще кто-нибудь такого, не на общих работах. Ну, вот так. О, такие вот дела. Как сажа они была. О, у него была тяга очень к художественной деятельности. Он там рисовал и стирал, рисовал и стирал картины. Вот, ему присылали, значит, для того, чтобы он... Репродукции его родственники. Мама с папой из Москвы. И все, что нужно было для рисования. Вот он так вот, он отсидел, по-моему, до 1953 года. В 1953 году, в конце декабря, вышел он в Воле. И поселился он в Тарусе. Это за 101-м километром. Вот, это уже даже, по-моему, где-то недалеко от Серпхова Таруса. Как бы это не даже за пределами Московской области. Такой поселок замечательный. Там жил, кстати говоря, Паустовский. И там же жил и тот самый лагерный фельдшер, который его приютил. Он, значит, с Паустовским был знаком, написал его портрет. Паустовский, его подсказал в издательстве художественной литературы стать иллюстратором книг. Типа Андерсен, Гоффман, вот такие вот книги. Ну, вот я похожего рода иллюстрации, это, пожалуй, что и помню даже где-то в моей практике. В моей коллекции есть такие. Вот, ну, вот так вот прошло незаметно время. Он там работал. Тут и реабилитация подоспела. По-моему, в 56-м, что ли, году его реабилитнули. Вот, и он смог даже и в Москве жить. Но вот он кормился за счет издательства художественной литературы. Такое кормление у него продолжалось до начала 60-х годов, когда вот эта хрущевская оттепель. И тут его познакомили с итальянским, вот как невзначай, с итальянским коллекционером. И этот итальянский коллекционер стал закупать его картину. Вот. Ну, сейчас они из-за границы возвращаются сюда. Ну, тогда была такая практика, неизвестно откуда брались коллекционеры иностранные и поддерживали этих художников, но он конформистов. Он же бывший ЗК по политической статье. Он, тут его картины не продаются, не выставляются. Но он, слава богу, не сидит. Это в хрущевские времена. Тогда сесть-то было достаточно сложно. Вот называется художник не нон-конформист. То есть он ни комсомольцев рисует, ни портреты Ленина, вот, боже упаси. Он не рисует какие-нибудь картины типа «Водители Магирусов». Такая вот картина. Это вот водители большегрузных самосвалов немецких Магирус, которые работали на строительстве Байкала-Мурской магистрали. Есть такая картина. Сидят эти водители, такие задумчивые, такие художественные, художественные. Называется «Водители Магирусов». Вот. Вот такая вот история. Вот картина его. Она принадлежит галерее наших художников. «Большой дом» называется. Вот такой у него стиль. Вот тут поближе можно посмотреть. «Запоздалый язык» там написано на стене. Вот такие, знаете, стены вот домов. Когда другой дом сносили, вот оставалась такая глухая стена. Иногда с отдельными окошками. Вот дама тут стоит. Тут какой-то мусор летит. Сон. Ну, это вот, так сказать, заглавная картина, можно сказать. Прохожие. Какой-то странный такой прохожий. Голый почему-то. Почему он голый? Непонятно. Ну, это художник, но он конформист. Это вроде как и не абстрактная живопись. Ну, и вроде и нереалистичная живопись. «Дама в сирене», 1972 год. Ну, вы понимаете, что это не импрессионизм. Это что-то нечто другое. Кстати говоря, спреклядеться, по-моему, там точечная модель. Пуантилизм это ещё называют. Вот тут точно пуантилизм. Пуант, точка. Облохший квартет. Ну, какие-то такие безобразные лица. Ну, явно такого художника не попроще рисовать водителям Магирусов. Он вам такого нарисует. Встреча знакомых. Кстати, ему в ту пору привезли из-за границы. Привезли альбом, картин Филонова. И он под впечатлением аналитического метода. Вот у него был такой пир. Ну, я не нашёл её в интернете, а там нельзя было фотографировать. Остров любви. Вот что это? Кстати, это конец 50-х годов, да? Это купаться, что ли, они пошли, похоже на то. Вот они оставили вещички на стульях. И куда-то ушли купаться. Не знаю. Ну, интересно. Вот так вот разглядывают такие картинки. Человек с авоськой. Рыба у него в авоське. Есть у него ещё дама с авоськой. Там в авоське курица. Да, с гребешком. А тут рыба. Улыба. Не улыба. Обнажённая с фонарём. Вот. Она обнажённая с фонарём. У неё на гульфике нашлёпка. Она обнажённая с фонарём. Что об этом его значить? Никто не знает. А справа вот толит отражение луны в луже идущий человек. Как вот корявенько идёт с палочкой вот меня. Летний театр. Тоже обнажёнка. Видите, он там сидит. Дама обнажённая. Выпивается лукашами. Рядом огромные какая-то. Два застиллизована. Кто-то уже нажрался. Он сзади сидит. Накушался. А тут идёт какой-то театр. На улице. Зрители сидят. Фантазия. Это вот у реки. Видите, видимо, как разлив, что ли, изображается. Тут есть интересный персонаж. Сатир. Это, кстати, репродукция. Сатир, стоящий на коленях. На коленях он стоит и даёт букетик цветков, фиалок, по-моему. Некой даме, которая сидит на коляске детской. В коляске детской то ли два ребёнка, то ли ребёнок и какая-то бабушка. Не знаю, чего такое. Он вот видите. Ой, безобразие, да? Ну, как-то неудачно у него нарисованы ноги. Такие высотеров ноги, да. Ничего не поделаешь. Ну вот, сходил я на Остоженку. Вот она, Остоженка, освещена всё так же. И ревгош там на месте. И всё, что вашей душеньке угодно. Ну вот, посетил я музей. Кроме меня там была ещё одна посетительница. Купил я два альбома. Этот альбом ещё один, посвящённый теперь же старинным, наверное, столетней давности уже кинофишам. Это те времена, когда моя мама ещё ходила, была маленькая, ходила в кино. Вот они тогда все росли на фильмах американского кинематографа. Там Гарри Пиль, там ещё кто-нибудь там. Всё как положено. И моя дочь росла на американском кино, и моя мать на американском кино. Один я, скорее, на французском и на советском. На американском у нас почти не было. А вот французского типа Фантомас. Это было. Ха-ха-ха-ха, я фан Томас. Вот такие дела. Ну, спасибо вам большое за внимание. Не забудьте поддерживать меня материально. Да. Вот. Тут даже вот старшие товарищи просили меня поддерживать. Говорит, кто поддержит, того, говорит, отправим на Эпсилон Тукану жить. Ну, всё, мои поцелуи вам. До свидания. Деньги-то не забывайте, присылайте. Само собой. Я же на них вот и в музей хожу, и альбом покупаю. И живу на них, и кошками. И пить не пью. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.